Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Всем привет, дорогие друзья! С вами Вайдеры! И сегодня мы с вами опять же находимся на аккаунте, на котором у нас как раз таки сегодня свершается та самая фишка, которую я и хотел. То есть, ребята, это прокачка грома до М4. Как я вас и просил, если вы там наберете тысячу лайков под прошлым видеороликом, который я снимал на этом аккаунте, и вы их набрали довольно-таки изи. И здесь, как вы видите, у меня, ребята, 19 из 20. И нужно всего лишь ускорить, и будет все изи-пизи. Вот, мы это все, конечно, сделаем. Мы не будем, пацаны, с вами играть. Нам просто 19 из 20, мы с вами поиграем на полностью фуловом громе М4. Блин, это круто, это здраво. За это, ребята, однозначно лайкосик. Здесь, кстати, у нас еще совсем немножечко осталось шагулечков, чтобы качнуть себе еще и диктатора до М3. Вот, опять же, ребята, давайте наберем тысячу лайков под данным видеороликом, и я что-нибудь интересное, опять же, засниму на этом аккаунте. Либо вы там свои какие-нибудь вариации пишите. Там, допустим, могу там зайти в катку, там, и за какое-то определенное количество времени, там, сделать определенное количество киллов, там, или еще что-то там дух. Короче, ребята, пишите свои пожелания и предположения в комментарии к этому видосу. Ну, это еще, кстати, не все. Да, 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 пацаны, это еще, кстати, не все. Блин, здесь по защите у нас, конечно, такое себе. Вот, единственное, что плохо на этом аккаунте, здесь защиты от рельки нету. И от грома того же самого, который меня очень неплохо напрягает. Ну, да ладно. Вот, плюс ко всему, здесь у нас еще есть один консервик. Это очень круто, мы сейчас с вами его откроем, и, конечно, надеемся на какой-нибудь интересный дропчик. Давайте, раз, два, три. Блин, я уже увидел, что это 3 500 кристаллов, ну, блин, поганка просто поганая. Ладно, давайте зайдем в какую-нибудь карточку, опробуем наш гром М4. Ну, я выскажу свое мнение по этому поводу, и вы, опять же, посмотрите, как он огибает уже тотальный М4 гром. Короче, погнали. Так, ну что ж, ребята, вот мы и продолжаем играть на нашем, так сказать, громике М4. Блин, если честно, играть на нем, ну, блин, не буду скрывать, одно удовольствие. Тем более, на таких диапазонах вы, наверное, сейчас можете наблюдать по ходу битвы за чатом, и как там все недоумевают. Здесь уже такие все... Оооо, М1 против М4, вообще топ игра, вообще нормально, пацаны, че играем? Нормально, нормально, нормально. Блин, ну, я уж тут ни при чем. Когда-то был доступен такой комплект, соответственно, он был приобретен на этом аккаунте. Ну, и сейчас я могу на этом аккаунте, на таких диапазонах, играть на М4. Это, на самом деле, круто. Я уже даже спалился здесь в чате, что я русский. Русский обычно, когда заходишь на этом аккаунте и в чате особо никогда ничего не пишешь, и все почему-то думают поголовно, что ты у нас не русский, то есть на русском разговаривать не умеешь, либо, не знаю, либо какой-то там мэрикоз, либо там еще что-то в этом духе. Ну, короче, я не знаю почему, но чуваки вообще практически всегда, они думают, что это именно играет не русскоязычный человек. Меня всегда это удивляло, типа, блин, почему, чуваки, вот если у вас есть догадки, почему именно так думают, то есть ник, ну, ну, такое себе, из-за ника, я бы так не сказал, что прям из-за никнейма можно подумать на чувака, что это именно не русскоязычный, потому что, ну, хз, хз, короче, как-то хз. Вот, напишите свои предположения по этому поводу, как вы думаете, именно почему все думают, что именно когда в чате ничего не пишешь, что все думают, что ты именно не русскоязычный чувак. Мне будет интересно именно посмотреть ваши варианты, почему так предполагают, но здесь, в принципе, ребят, все и так понятно. Первое место зашел я не с самого начала, зашел я где-то на 11, либо 12 минутах. Мне там в начале очень довольно-таки везло с киллами. Ну, сейчас, конечно, когда я начал видос с киллами, мне, ясен, фиг не везет, и киллы что-то делается, ну, такое себе, но все равно приемлемо. Все равно приемлемо, как бы для видоса нормально, более-менее они делаются, и, блин, ну вот, серьезно, чуваки, знаете, что я сейчас испытываю при игре на этом аккаунте? Хотите, я вам скажу свои ощущения? Ощущения такие, именно вот в то время, когда я сам играл, именно в 2014 году, когда вот эта вся фигня еще была, да, у нас довольно-таки неплохо развита именно с комплектиками. Так, о, чувак, чувак, нифига, а шо, а шо, а шо это мы, шо это мы такие все заедреные-то, а? Нифига себе, дефает. Да, блин, я, к сожалению, к этому голодичке уже не успею, потому что меня там законтролил Твинсяра. В общем-то, ничего страшненького. А, шо я вам хотел, пацаны, предложить? Тут я, когда катку искал, я вам еще хотел предложить такую тему. Давайте вот мы с вами наберем, в принципе, косарик лайкосов по данным видеороликам, и я для вас засниму рубрику Good Mode On. То есть здесь, в натуре, на этом аккаунте у нас получится именно снять ее. То есть меня будет офигеть, как сложно убить. Если у меня будет еще и плюс ко всему защитник, это, считайте, ну, в натуре, как какой-то Good Mode On зашел, его реально будет очень-очень потненько завалить. Вот, и, опять же, закупить сюда голодиков, покидать, ну, конечно, для вас, к сожалению, не получится, пацаны, потому что я, блин, вас знаю, какие вы у меня лютые. Вот, и вам я голодики покидаю тупо на стримчиках, поэтому приходите, пацаны, кстати, на стримы, мы всегда провожу их либо днем, либо вечером. Там нажимайте на колокольчик, ставьте оповещение, чтобы не пропустить. Вот, там я вам и кристаллики разыгрываю, и голодики кидаю, и консервики разыгрываю. Ну, в общем-то, все на стримах. Вот, а на этом мы именно аккаунте заходите в рандомные битвы, и тут, как говорится, кому уже как повезет. Если вы в этот момент будете играть именно на таких диапазонах, какого диапазона у меня этот аккаунт, то, в принципе, вы можете ко мне попасть и рассчитывать то, что вы попадете именно в эту каточку. Ну, если нет, у вас нет таких диапазонов, то, к сожалению, не судьба. Так, 54 кила, первое место, УП-шка просто обалденная, офигительная. Я вам еще раз, чуваки, повторяю. И вот, и знаете, как у меня играется? Я вот так и не договорил, он голодик меня сбил. Ну, когда, помните, были, ну, сейчас, наверное, только олдскулу такую вспомню, кто играл еще в 2014 году, когда были доступны комплекты М2, М1, когда была у нас во всех битвах нарко без ЗКД. Вот, когда именно вот это вот все было, пацаны, я помню свои мелкие такие аккаунты, когда я их регал. То есть, я сразу, аккаунт, получается, как у меня было дико, пацаны. Мне в Танке Онлайн очень и очень нравилось играть. Я в Танке Онлайн играл просто днями и ночами. И как это происходило? Я регал себе аккаунта маленького, донатил сразу на него, ну, где-то тысяч десять, покупал все там сразу, нарки, херарки, вооружения всякие, комплекты М2. Все это дело, плюс ко всему, у нас еще и прокачивалось. Там тоже как раз-таки в этот момент у нас запустили МПКшечки, и они были тоже доступными. Так, у нас еще один золотой бек-ящик. Так, ладно. Я, в принципе, не знаю, где он будет. Наверное, мне здесь до него не дадут еще добраться, потому что у меня... Почему-то меня здесь все контролят. Почему-то меня здесь все хотят именно в первую очередь убить одного лишь меня. Так, ладно, если здесь... О, я, кстати, вижу, где он будет. Я, кстати, вижу, где он будет. И у меня есть вполне-таки себе неплохая возможность до него доехать. Но нет, там, чуваки, все-таки рестанулись у нас гораздо-гораздо ближе. Блин. Ну, здесь тупо уже не хватило скорости, так сказать, моего корпуса. Ничего страшного, переживать тоже... Ох ты, нифига себе, как меня словили. Вот. Переживать тоже не стоит. Единственное, что меня смущает, как бы, и, может быть, себе стоит здесь перекупить нормальный модуль. Потому что, ну, натуре, пацаны, модуля здесь нормального нету. То есть, вот сейчас бы здесь Кодяк какой-нибудь, рельса, Гром и Твинсик. Он зашел бы просто вообще идеально на этот аккаунт. Просто... Перфекцион персикон. Просто... Да блин. Да блин. Как Косоруки в адресе сейчас сыграл, но да ладно. Вот. И именно Кодяк зашел бы на этом аккаунте просто вообще идеалити. Вот. Я, конечно, хочу здесь тоже прикупить себе, может быть, нормальный модуль. Но вот ХЗ. На что именно критики потратить? Есть два варианта развития траты кристаллов на этом аккаунте. Первый. Это у нас МПКшка до конца диктатора. М2 под М3. Вот. Второе. Это покупка нормального модуля. Вот. Я больше, если честно, склоняюсь у нас к модулю нормальному. Потому что, блин, согласитесь, диктатор М2 8 из 10 качанный. Ну, это уже довольно-таки неплохая прокачка. Вот. А вот модуль, именно вот своим громом и четвертым я унижаю сам себя в большинстве случаев. Вот рельсы меня тоже ваншотает постоянно. Именно вот здесь, вот на этом аккаунте, и вот это мне не нравится. Но здесь прикупить себе модуль, и было бы просто вообще идеально на нем играть. Так, нифига, там какой-то злой челик едет у меня сзади и стреляет меня со своим молотком. Ладно. Я тебя понял. Я тебя услышал. Так, кстати, я здесь тоже вроде бы с этой битвы довольно-таки неплохое количество критиков получу, насколько мне известно. Потому что я на первом месте с довольно-таки неплохим отрывом. Вот были бы фанды еще, x2 там, либо вообще x3, вот желательно. Вот это было бы вообще идеально. Ну, просто смотрите, сходу. Реснулся, минус 2 кило дал. Это просто, пацаны, громом 4. И ничего больше. Громом 4, он лав. Блин, на самом деле, когда он был не до конца еще в каче на 17, помните, шагов, когда я первый раз записал видеоролик на этом аккаунте и качался 18? Ну, знаете, было, ну, такое себе. Вроде бы, вроде бы мощное. И вроде бы, вот, блин, ну, ты понимаешь, что он может быть еще мощнее. И как-то все равно чувство не отпускало того, что вот где-то он все-таки не дожимает. Сейчас же я вот вам могу сказать, что дожимает он везде. Ну, просто, пацаны, везде он дожимает. И, ну, больше это уже перебор, это уже чересчур. Тем более на таких диапазонах он творит чудеса. Я вам отвечаю, просто, пацаны, я не знаю, это какой-то... Я себя каким-то админом здесь в натуре чувствую. Иногда, кстати, спрашиваю, типа, откуда у тебя громом третий на таком звании. Вот, там просто, не знаю, троллишь иногда чуваков. Так, дали мне тысячу кристалликов ровно. Это очень довольно-таки неплохо. Короче, пацаны, опять же, если хотите новые видеоролики по данному аккаунту, обязательно ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok